приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 30 сентября поговорим о великом празднике на этот день поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать а тоже уделим внимание молитвам поэтому далее друзья все более подробно 30 сентября православная церковь вспоминает о святых вере надежде и любви а также их матери софии стоит еще сказать то что на руси этот день 30 сентября всегда почитался как один из самых важных женских праздников и назывался всесветными бабьями именинами вы знаете этот день был издавна любимым праздником женщин история матери потерявший трех дочерей было очень близко история благочестивой вдовы софьи и мучение которые выпали на ее долю было хорошо известно каждому православному христианину она передавалась в письменной и устной форме из века в век мученица софия ее имя означает мудрость назвала своих дочерей тремя христианскими добродетелями надеждой верой и любовью девушек предали суду перед римским императором андрианом за исповедание христианской веры он призвал девушек по очереди треба их принести жертву языческим богам и отречься от своей веры но святые дети которым на тот момент было 12 лет 10 и 9 лет не согласились на это тогда император придал их жестоким мукам на глазах у их матери сестры стойко выдержали все истязания во время которых они непрестанно молились и прославляли господа бога видя что все старания напрасны адриан приказал обезглавить детей произошло это событие около 137 года святую софию физическим мукам не подвергли ее обрекли на более страшные муки смотреть на то как страдают ее дочери и оплакивать их матери забрешь разрешили забрать тела девочек она положила останки в ковчег и отвезла их за город где похоронила на высоком месте на протяжении трех дней софия сидела у могил и молилась после чего предала душу господу богу сейчас мощи святых мучениц покоится в церкви эша вальзасе и сегодня в этот день 30 сентября празднуется цареградская икона божьей матери и вы знаете об этой иконе цареградской иконе божьей матери сохранилось предание что в давние времена два греческих монаха и царь града были проездом старой руси и служили здесь в соборной церкви божественной литургии на память о своем пребывании они оставили в соборе миниатюрную икону божьей матери выбитую на грифельной доске вот эта миниатюрная икона вскоре прославилась своими чудотворениями также в этот день празднуется макаревская икона божьей матери макаревская икона пресвятой богородицы является чудотворным списком с иконы божьей матери одигетрия явленной в 1442 году преподобному макарию он женскому в чем же молятся этой иконе молятся макаревскому образу чтобы укрепиться в вере исцелиться от душевных и телесных болезней преодолеть какие-то вражеские нападки не согнуться перед жизненными трудностями спастись от нападения внешних врагов а также избавить душу от мытарств после смерти девочки и мальчики мы в описании к этому видео ставим молитвы которые мы рекомендую вам в этот день обязательно прочитать ну а в народном календаре этот день назвали как день веры надеждой и любови по-другому этот день еще называют вселенские бабьи именины девичий праздник бабья выть и день святых мучениц веры надежды любови и их матери софии и вы знаете сегодняшний день раньше да и наверное сейчас очень является популярным среди девушек и ведь имена святых мучениц были очень популярны и девушки с этими же именами праздновали свои именины и устраивали массовые гуляния танцы пели красивые громкие песни на открытом воздухе к спустя какое-то время 30 сентября наконец-то этот день обрел такое название которое звучало как вселенские бабьи именины или возможно вы услышите как бабьи праздник суть данного праздника уже принял совершенно другой смысл теперь его дату гуляли не только те кто имел похожие имена со святыми а вообще все женщины праздник поначалу был однодневным но потом перерос в трехдневное празднование таким образом люди прославляли трех дочек матери софии по традиции такой праздник начинался с плача люди говорили что ранним утром девушка девушкам стоило громко поплакать так как это служило неким оберегом для женщин люди действительно пытались выплакаться пожаловаться покаяться каких-то своих грехах и делали это даже те кому и вовсе не на что было жаловаться бывало и такое что люди настолько хорошо жили безгрешно и спокойно и не жалуясь на жизнь и происходящее что плакали и каялись за родственников оплакивали проблемы друзей соседей лишь бы получить благословение от святых и вы знаете на вселенские бабе именины устраивались селах деревенские святцы молодые не состоящие в браке девушки и парни приходили на вечерины чтобы себе себя представить да и на других как говорится посмотреть если же кто-то питал кому-то чувства то именно сегодня можно было в этом признаться также в этот день 30 сентября девушки состригали ногти и подрезали волосы по которым потом плакали горькими слезами но после радовались что стрижка это символ была новой жизни полный приятных сюрпризов и радостных моментов по старинной традиции в этот праздник просили у обладательниц таких имен как вера софия надежда и любовь мелкие подарки а взамен одаривали их монетами даже существовала одна народная примета что таким образом можно счастье и удачу к себе привлечь также в этот день наши предки смотрели на погоду и к раннему приходу весны был сегодняшний дождь да и белки начинали массово линять и утепляться все ждали такой погоды но просили бога чтобы он был чтобы она просили чтобы он был не длительным и умеренным мрачное сегодняшнее утро сырое и хмурое сулила приятную светлую погоду в ближайшие дни ну а хорошая погода говорил о том что водоема будет много рыбы связи с этим стоило рыбакам сегодня выходить на клев потому как улов считалось что будет отменным морозной погоде были улетающие журавли которые спешили в теплые страны но обязательно обещали вернуться если береза уже пожелтела к сегодняшнему дню то это говорит о том что зима будет ранней по народным приметам 30 сентября устраивали так называемые деревенские свяцы молодежь старалась красивее нарядиться делать прическу и каждый должен был себя показать с лучшей стороны потому как все на это только и обращали внимание присматривались друг другу общались и веселились пытались произвести друг на друга впечатление и увидеть кого-то с другой стороны девушки высматривали своего сильного и мужественного суженного парни наоборот хозяйственных и красивых девушек женщины которые уже были замужними не устраивали смотри на они шли целенаправленно в церковь чтобы поставить две свечки по молитве попросить божьего благословения для всей семьи из уст людей приходит церковь стоило купить всего три свечи 2 из которых ставить у иконы иисуса и одну нести нетронутую домой днем хозяйка в доме обязана была испечь каравай а ночью брали свечку поджигали и ставили вовнутрь данного хлебного каравая его стоило потом поставить на стол выключить свет и при всей семье нужно было повторить 40 раз заветные слова которые звучали как заклинание и помогала таким образом уберечь от сглаза и негатива да и в семью прибывало счастье и умиротворение к утру этот хлеб раздавали нуждающимся людям бедным сиротам и тем кто жил в чужих семьях крошки ни в коем случае не выбрасывали их отдавали животным и птицам сегодня не рекомендовалось заводить новые знакомства считалось что к добру они точно не приведут новый человек захочет вас обмануть или не откроется полностью может воспользоваться вашим откровением поэтому люди говорили что таким образом человек вам принесет несчастье в связи с тем что сегодня был церковный праздник люди старались не ругаться не обижать ближнего и стараться не ссориться избегали каверсных вопросов старались говорить только на отвлеченные темы и не трогать наболевшие и тревожное обязательно женщины должны были сегодня угощать мужчин различными пирогами булочками и другой выпечкой такая традиция сулила покой счастье и мир в семье поэтому сегодняшний день не обходился без этого операции или косметологические процедуры старались обходить стороной 30 сентября поэтому и вы перенесите по возможности такую запись а сегодняшний день потратьте на другие процедуру по типа парикмахерской или салона маникюра побалуйте себя и освежите как вариант прическу обновите цвет своего маникюра на более яркие но в то же время не броски сходите на массаж или побалуйте себя обычной маской для волос цените себя не забывайте баловать себя каждый день сегодняшний день женщины обязательно должны были провести в спокойствии без суматохи и прочих задач также девушки сегодня в коем случае не должны были заниматься уборкой в доме они сегодня отдыхали и веселились сегодня именинники ян серафим павел нил мирон илья иван аким софия надежда любовь ирина вера арина и александра если вашем окружении есть люди с такими именами обязательно их поздравьте с именинами и не забудьте пожелать всего самого-самого наилучшего в народе считалось что в этот день 30 сентября рождаются люди которые обладают даром ми даром мирить других людей из достоинств можно сказать то что те кто родились в этот день обладают врожденными аналитическими способностями конечно у людей таких и есть определенные недостатки это то что и ждет тяжелое и полное испытание жизни а вот в качестве талисмана и оберега людям рожденным в этот день стоит использовать цитрин если вы будете носить на своем теле какое-либо украшение из лунного камня то вам всегда будет улыбаться удачи кроме того она поможет вам обрести свою истинную любовь поэтому особенно подходит для тех кто страдает от одиночества а вот ношение изделий из бересты убережет вас от негативного магического влияния со стороны а вот амулет в роме вру форме рога рога изготовлены из серебра способен защитить вас от всяческих бед и даже принести удачу также считается что люди рожденные 30 сентября редко бывают счастливыми поэтому им необходимо обзавестись кулоном сапфиром этот дорогой камень придаст вам уверенности и поможет хотя бы немножечко изменить судьбу сны увиденные в эту ночь должны продемонстрировать истинное состояние ваших отношений то как вы раскрываетесь в них и какую роль вы играете что же можно было делать 30 сентября верующие в этот день посещают храмы молятся святым мученицам о благополучии близких о женском здоровье сохранение крепкой семьи также к святым верит в надежде и любовь и обращаются с просьбой о помощи в рождении детей также сегодня женщины на руси плакали считал что это поможет уберечь дом и близких от зла если хорошо поплачет женщина то потом год слезы лить не будет также на бабе именины обычно сватались но играть свадьбу не принято в этот день народе это считалось плохой народной приметой во вселенской бабе именины пекут каравай накрывает стол чтобы накормить всех домочадцев досыта а женщина обычно угощали сладостями выпечкой чтобы в доме царила счастье также обращаем ваше внимание что 30 сентября считается положительным днем для лечения женских болезней также операции сделаны в этот день проход особенно успешно и считается что восстановление происходит на и наиболее быстрее даже сегодня постарайтесь встретиться с друзьями повселиться а также познакомиться как можно с большим количеством людей согласно народной примете среди них будет их до ваша вторая половинка а что же нельзя делать 30 сентября вы знаете не стоит планировать каких-либо дел поскольку все равно ничего хорошего не выйдет все будет валиться с рук и ломаться кроме то можно и себя поранить ну например во время занятий рукоделием наши предки верили в народную примету что если женщина займется домашней работой в день вселенских бабе химинин то обязательно или поранится или обожжется а рано полученное 30 сентября не заживать будет еще 40 дней на руси все девушки и женщины помнили всегда строго соблюдали примету которая говорила что 30 сентября прекрасному полу нельзя начинать утро со смехой и веселья также в этот день нельзя устраивать пышные застолья а также звать гостей но при этом нужно приготовить столько еды чтобы хватило поесть не только семье но и прохожим которые нужно обязательно угостить пирогами а также дать нуждающимся теплую одежду тогда в доме всегда будет тепло уютно и сытно а в себе да и невзгоды обязательно пройдут стороной не рекомендуется на 30 сентября назначать венчание помолвки и свадьбы по народной примете брак будет коротким и несчастливым зато сегодняшнее сватовство сулит счастью и вечную любовь молодым не стоит день вселенских бабьих именин мужья мужьям обвинять и ругать своих жен иначе начнутся проблемы на работе с коллегами и с начальством материальные трудности могут проявиться а также сложности в отношениях с родными и близкими также молодежи 30 сентября нежелательно сидеть вечером дома иначе весь год так и пройдет в одиночестве вот такой друзья у нас с вами день последний день сентября 30 сентября мы всех поздравляем вера надежда и любовь а также софии с их праздником желаем вам всего самого самого наилучшего будьте счастливыми будьте богатыми будьте любимыми пусть вашей жизни будут все только самое лучшее с вами как всегда был канал зато река для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех благ друзья услышимся с вами в следующем видео